У меня было самое яркое первое свидание, и оно как минимум было удивлением, потому что изначально, когда я начала собираться, еще с вечера, я говорю, слушайте, ну собираюсь как на свадьбу. То есть я принимала душ и думаю, там, если ты мою голову, думаю, вот, я собираюсь как на свадьбу. С утра всем девочкам, вот гримерам, стилистам говорю, ну собираюсь как на свадьбу. Еще меня как-то так накрасили, ну, меня всегда красиво красят, но думаю, как-то свадебный какой-то макияж. С Сашей утром, когда говорим, ну, общаемся, он провожает нас на свидание, говорит, что ты ждешь? Я говорю, ну, я не знаю, я собираюсь как на свадьбу, первое свидание. И вот это вот все утро я свадьба, 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 и получается, что у меня первое свидание, и на первом свидании у меня что? Свадьба. Это, ну, это самое экстремальное, это самое романтичное, это самое интересное, самое неожиданное свидание с Алексеем Артеменко. Когда мне сказали, я сижу в машине, да, перед тем, как выходить, мне моя журналистка говорит, Наташа, сегодня у тебя свидание с Алексеем Артеменко. У меня такой ступор, я такая, а кто это? Она смотрит на меня выпущенными глазами, говорит, ну как? Я такая, Леша тот, который хоккеист? Она такая, нет. Я говорю, Леша, а кто у меня еще Леша? Я вообще его не помнила. На знакомстве в доме мы с ним разыгрывали сценку, что я его жена, Женя его мама, которая не любит жену, Карина любовница, Женя любит любовницу, ну, мама любит вот эту вот любовницу. Оказалось, там, типа, жена беременна спустя 8 лет. Короче, мы разыгрывали эту сценку, и я прихожу на свидание, он говорит, что, ну, мы с тобой сыграли такую вот сценку, да, мы пропустили один очень важный момент, это свадьба. Вот, поэтому, ну, давай сегодня, как бы, сделаем эту свадьбу. Почему-то я забыла вообще слово играть, ну, что мы играли, что это была сценка, и, честно, я вот абсолютно все я воспринимала всерьез. Потом уже, когда, ну, как я уже потом поняла, что когда мы приехали все-таки в ЗАГС, даже для Леши это было, как бы, осознанное решение. Но все равно я, ну, действительно очень переживаю. Мы с ним подали заявление в ЗАГС. И, да, это было сумасшествие. Я сейчас, если честно, в полном шоке. Я очень, у меня очень сейчас много появилось сомнений. Я очень боюсь, чтобы это не было игрой. Потому что Леша, он, как бы, у него хобби, да, он занимается актерским мастерством. И все-таки меня это немножечко беспокоит. Но Леша мне еще написал, вот недавно я получила от него письмо. Письмо, каждая страничка пропитана его духами. И вообще у меня такое впечатление, что у меня вся комната пахнет Лешей. Я засыпаю, чувствую Лешин запах, просыпаюсь, чувствую Лешин запах. Да, и, ну, для меня это number one, лучший из лучших. И, ну, вот, он единственный, кто, вот, да, у него первое место. Все, ему, на данный момент ему нету равных. На нас кричали все свидания, хватит целоваться, хватит целоваться. Я не знаю, ну, честно, нам было вот даже, ну, не нужно было никаких слов. Мы просто смотрели друг на друга, и хотелось как-то друг друга обнять и поцеловать. И, я не знаю, я, ну, смотрю на него, у меня мурашки по коже, и смотрю на его счастливое лицо. То, ну, реально это было классно. Вот это свидание, которое у меня вызвало, ну, вот такие вот какие-то самые-самые крутые эмоции и чувства. Почему-то у меня какая-то вот тенденция о мальчике, которые говорят на украинском языке. Леша мой говорит на украинском языке, я с ним всегда на русском. Также есть Игорь. По-моему, фамилия у него Дробот. Он из Тернополя, ему 20 лет. Вот, он тоже говорит на украинском языке. Все свидание, он на украинском, я на русском. Не помешало абсолютно, нам очень было легко найти общий язык. Тоже отгадала, что будет на свидании. Я говорю, ну, так как Игорь такой вот мальчик целеустремленный. Я говорю, он чему-то будет меня учить. Он вообще свою девушку постоянно по жизни будет чему-то учить. Несмотря на то, что, ну, мы с ним одного возраста. И да, я угадала, что он меня будет учить. И он учил меня катанию на вейкборде. Ну, мы очень замерзли, очень устали. Но все равно, да, ну, промелькнула какая-то такая искра. Очень искренний мальчик, очень добрый, честный, солнечный такой, вот, скромный. Ну, я не знаю, вот его хотелось, вот, Лешу, да, я его вижу как своего жениха. Ну, вообще, я не знаю почему, но как-то так вот получается. Игорь, он тоже хороший, но вот он какой-то, вот, за Лешей как за каменной стеной. А Игоря хочется вот больше так как-то обнять, пожалеть, согреть, напоить чаем. Ну, о нем хочется заботиться. Возможно, это из-за того, что в его жизни, да, было как-то мало заботы и как-то чувствуется, что ему это нужно. Но это настолько приятно. И, ну, вот, когда я его там, допустим, там обнимала или о чем-то мы говорили, вот, я не чувствовала, что он какой-то там мальчик-хлюпик или еще что-то, да. Я, ну, это мужчина, мужчина, о котором хочется заботиться. И это безумно приятно. Самые, наверное, такие интересные чувства и экстремальные вызвало у меня свидание с Витей, который КВНщик, который, помимо этого, еще поет в группе Клей Угрюмова. Приехав со свидания с ним, я кричала, что я вас всех ненавижу, вы играете с чувствами. Все остальное я была безумно злая, потому что был очень такой, довольно-таки жесткий розыгрыш. Была история, что мы с ним едем на концерт к его группе, там будет репетиция. Я уже такая довольна, мы едем на концерт, концерты я люблю, все прекрасно, все классно. И тут нас останавливают гаишники, в его рюкзаке, который лежит рядом со мной, они находят будто наркотики. Наркотики, внимание, был вот такой вот мешочек, и в нем вот так вот было муки. Эта мука была какая-то вот пшеничная, специальная, которая 100% взята у нас из кухни. И она была еще и бежевого цвета. Я говорю, ну, ребят, ну вы что, прикалываетесь? Во-первых, кто наркотики? Ну, блин, если это там кокаин или что, вот такое вот количество, вот эта вот гора гаишники там. А вдруг вы распространяете, куда вы едете на концерт? Значит, вы на концерте будете распространять. Короче, с гаишниками я поругалась, потому что Василий Козлов не хотел мне признаваться, как его зовут, и показывать свое удостоверение. Грозился мне, что там, я сейчас Вас насильно вытащу из машины наручники, я на Вас одену. Покажите Ваши вещи. Я там вижу кусок яблока какого-то, половинка. Я говорю, смотрите, яблочко, хотите половинку? Вот, и достала этого слона из рюкзака. И, ну, и дальше они за это зацепились. Я говорю, ну, хотите слоника поиграйтесь, ну, пожалуйста. Начала, ну, я реально начала с гаишников прикалываться. И когда они нашли этот мешочек, уже прикалываться начали они. Вот. Ну, и Витя там строит панику, типа, как будто это его наркотики, и он вот там стесняется, что так на свидании произошло. Мы едем в машину, я пою дурацкие блатные песни, начинаю мяукать. Витя начинает лаять, ну, просто, ну, реально какие-то упоротые. Когда я была у следователя, она начинает расспрашивать, откуда этот рюкзак. Говорю, окей, мой рюкзак, все мое, как оказалось, не знаю, ну, хотите, считайте, что это мое. Вот, и дальше меня начали пугать, что, а кто с вами был в машине? Я спокойно называю, что оператор, звукорежиссер, мой журналист, мой гример, Витя был, водитель, и я. Ну, получается, сколько там, пять, шесть, семь, семь человек. И он, вы понимаете, что это, там, типа, тяжкое преступление из-за количества людей? На-на-на, начинают мне статьи, там, 306-ю криминального кодекса читать. Я говорю, я это все прекрасно знаю, я реферат готовила в универ, именно по этим статьям, про наркотики и все остальное. Я говорю, я все знаю. Вы понимаете, сейчас мы всех будем допрашивать, а я понимаю, что у меня журналист Катя, она кормящая мама, ребенку годик. Думаю, нет, еще моя Катя будет нервничать, у меня паника, то, что будет нервничать Катя. Больше всего я переживала за нее. Потом говорят, будем допрашивать Витю. Блин, думаю, так, все, уже показания не сходятся. Я говорю, что это мой рюкзак, Витя говорит, что это его рюкзак, все, фигня. Сейчас еще за это получим. И я начала переживать, что реально, даже если это розыгрыш, если позвонят родителям, ну, для них это будет очень страшно и очень большой стресс, и я не хотела, чтобы нервничали родители. Все. И тут я расплакалась. Дальше по сценарию меня отправили, уже все, показания сняли, отправляются в обезьянник. Витя в итоге с его друзьями начинают петь песню в этом обезьяннике, и я начинаю рыдать. Я настолько громко рыдала, я аж задыхалась от своей истерики, что я даже не слышала песню толком. И я такая сразу поворачиваю голову и говорю, я не приглашаю тебя на свидание. Вот. А перед свиданием, ну, да, мы общались с девчонками, я говорю, да, я хочу его пригласить на свидание, он мне реально нравится, реально классный мальчик. Вот. И у меня вот это вот, вот эти вот чувства вот такое, непонятно что, я не понимаю, что со мной происходит. Хочу пригласить на свидание. Даже после дурного розыгрыша хочу пригласить на свидание, но говорю, что не хочу, потому что он меня взбесил. Мне обидно, страшно, у меня истерика. У меня реально все классные свидания. Каждое, особенно по-своему. Самое сказочное, трогательное, мимимишное, вообще такое вот сисипусе свидание было с Филиппом Левшиным. Вот. Мы были в парке, вот просто он говорит, я хочу, чтобы мы сегодня окунулись в детство, да, мы катались на вот этих мягких, больших игрушках, которые ездят по парку. Я еле нажимала педалькой на педальку, потому что мне нужно было очень высоко поднимать ногу, чтобы достать, ну, нажать на эту педальку. Короче, мы катались по парку, воздушные шары. И Витя мне, когда мы знакомились в доме, он пообещал, что он будет без линз, без розовых своих волос и без короны, и в нормальной одежде. Потому что он пришел в своем рабочем как бы образе. Я понимаю, да, он связан, можно его назвать, я не знаю, там, шоумен или, да, он публичная личность, в принципе. И он вот этим своим стилем берет, ну, это его работа. А все-таки в личной жизни, там, в семье, дома, там, на прогулке какой-то дружеской, я бы хотела видеть его настоящим. И тут я прихожу, и он опять, вот эта вот шапка какая-то из искусственной кожи коровы, шерсть, ну, вот эта вот черно-белая такая, что-то непонятное. Вот. И мы подъезжаем к лавочке, на лавочке пускаем мыльные пузыри, мыльные пузыри я очень люблю. Вот. И он говорит, сейчас я там на пять минут и вернусь. И тут экшен. Начинает играть музыка, Филя уже в нормальной одежде, без линз, без непонятной шапки, съезжает с горки надувной, с батута, начинает петь песню. Он написал для меня песню про меня, там, слова, ну, все, что я помню, это она ищет любовь, и она ее найдет. Наташа! Песню слышала один раз, но она мне, ну, вот мелодия запомнилась, к сожалению, слова я сразу так не смогла запомнить. Но я ему сразу начала подпевать. И тут я стою перед этим батутом, на меня летят куча мыльных пузырей, светит солнце, ветерочек такой дует, блин, вообще это так классно было.